Еще одно соглашение подписали сегодня в управлении Федеральной антимонопольной службы. Руководитель УФАС Вячеслав Борисов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов договорились о взаимодействии. Предприниматели республики могут быть спокойны. Их права теперь будут защищены вдвойне. В рамках стратегии развития конкуренции антимонопольного регулирования предполагается возобновить Институт предупреждения органов власти. Он уже существовал до 2010 года. Тогда антимонопольщики давали 45 дней на самостоятельное устранение недостатков. В 90% случаев так и было. И сегодня в УФАСе рассчитывают на то, что количество таких дел существенно сократится. Возможно, Институт предупреждения органов власти появится уже к концу этого года. Мои встречи и обсуждения с представителями этих властей говорят о том, что они тоже ждут этого Института предупреждения. Они ведь те, кто, по крайней мере, неумышленно допускают нарушения, а в силу определенных недостаточных компетентностей сотрудников и так далее. Большинство нарушений именно в силу этого происходит антимонопольная законодательность. Они-то как бы готовы в рамках предупреждения все это устранить и быстро устранить. Но сегодня просто нет такого института для них. И как только это будет, мы думаем, что вместо, как по итогам прошлого года, 250 дел, у нас хорошо, если будет вообще где-то около 100 дел в целом. Не все нарушения прав предпринимателей находятся в компетенции антимонопольной службы. Порой приходилось отказывать бизнесменам в защите их прав. Теперь в нашей республике нарушением прав предпринимателей со стороны властей будет заниматься бизнес-омбудсмен Владимир Иванов. Это подтверждает подписанное соглашение о взаимодействии между УФАС и защитником предпринимателей. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.